Добрый день! Вы смотрите Вести Ульяновск в студии Елены Гончаровой. Вначале коротко о главных темах. Вы стояли несмотря ни на что память погибших защитников Ленинграда и жителей легендарного города ульяновцы почтили минуты и молчания. Аварийное жилье, строительство ФАПа и освещение дорог. Алексей Русских провел личный прием граждан в правительстве Ульяновской области. Огонь полыхал больше суток, но обошлось без жертв. На улице Хватково в Ульяновске вспыхнул склад с газовыми баллонами. Причину возгорания выяснит прокуратура. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 872 дня мужества, силы духа и стойкости жителей защитников города. 80 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью освободили Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты в областном центре провели митинг-реквием. Почтить память ленинградцев и защитников города на площади 30-летия победы собрались первые лица Ульяновска и области. Представители силовых структур и духовенства – молодежь. Цветы к вечному огню возложила и жительница блокадного Ленинграда Валентина Пашина, о которой в 41-м году был один год. События тех страшных дней она помнит по рассказам своей матери. Мы вообще ни кем почти не питались. Только жили в Колымяках. Весной собирали гнилую картошку с поля, которая не убрана была. Вот все. Так, все, все блокадом мы были. Но, несмотря на это, все равно выстали. То есть, это еще раз пример для нашего поколения, для нас, для молодых, что не нужно сдаваться, нужно верить в победу. Я хочу процитировать слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который прекрасно сказал, что историческая и нравственная правда, она за нами. И поэтому нам сегодня необходимо быть вместе. Память всех погибших защитников Ленинграда и жителей осажденного и не покорившегося врагу города почтили минутой молчания. К другим темам. Алексей Русских провел личный прием граждан в правительстве Ульяновской области. Совместно с кабинетом министров глава региона выслушал просьбы жителей. Важнейшая в разговоре тема расселения жильцов из аварийного дома по улице Тупиковой в Инзе. Его признали принадлежащим сносу еще в 2018 году. Но жители до сих пор ждут заветного переселения. Соглашение о предоставлении Инзенскому району субсидии на переселение граждан будет заключено до 15 февраля. Обратиться за помощью к губернатору лично пришла и старшая по дому номер 9 по бульвару Киевскому в Ульяновске. Кровля многоквартирного дома не может дождаться капремонта уже более 10 лет. Причина тоже не была сделана ремонт крыши. Губернатор поручил главе города Александру Балдакину взять вопрос на личный контроль. Рассмотрели также вопрос о сроках строительства нового ФАПа в селе Юрловка Базарно-Сызганского района. Работы ведутся за счет средств федерального и регионального бюджетов по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области». Положительно решился и вопрос освещения дороги в селе Тепловка Николаевского района, где неподалеку располагается школа. В завершении рассмотрели просьбу о ремонте Чуфаровского дома культуры. Средства на проведение работы, закупку оборудования предусмотрены областным бюджетом на ближайшие три года в полном объеме. В этом году по плану ремонт полов в фойе, замена дверных и оконных блоков, устройство санузла и косметический ремонт помещений. Пожарный Хваткова полностью ликвидирован. Напомню, в минувшую пятницу на складе газовых баллонов произошло возгорание. Огон полыхал больше суток, но, к счастью, никто не пострадал. О том, как развивались события и почему возгорание не ликвидировали сразу, Ирина Шмыгова. Первые взрывы, которые были слышны даже в центре города, начались в районе четырех часов дня. На складе один за другим взрывались газовые баллоны. Металлический ангар вспыхнул за считанные минуты. С огнем боролись больше полусотни сотрудников МЧС. Происходило горение на площади 80 квадратных метров. Пожар присвоен повышенный номер сложности. Огонь продолжал гореть и на следующий день. С момента первого взрыва прошли сутки. Огонь полностью уничтожил склад, но открытое горение сохраняется, поскольку под землей обнаружен большой резервуар с газом. Полностью возгорание решили не тушить. Это опасно. Если сейчас мы остановим этот процесс, то газ будет выходить несанкционированно и может произойти взрыв. Чтобы газ выгорел, потребовалось почти двое суток. Все это время на месте дежурили специалисты. И необходимые исследования провели и экологи. Окружающая среда не пострадала. Ситуация под контролем, пожарные на месте, глава администрации на месте, контролирует ситуацию, сотрудники полиции тоже на месте. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку и выясняет, соблюдал ли хозяин склада требования пожарной безопасности. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. 31 января 2024 года в 10 часов в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области Елена Варфломеева. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. Отремонтировал телевизор за 100 тысяч рублей. В Ульяновске задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, обманувший пенсионера. История простая и грустная. В начале января у 84-летнего потерпевшего перестал работать телевизор. Его дочь, живущая в Москве, нашла через сайт бесплатных объявлений мастера. Тот сначала забрал у мужчины аванс в 10 тысяч, потом увез телевизор якобы в ремонт. Вернул ему другой телевизор и попросил еще несколько тысяч рублей. Но у пенсионера нашлась только купюра в 5 тысяч. Сдачу у мастера по имени Валентин, конечно, не оказалось. И тогда все пошло по иному сценарию. Сдачу в 5 тысяч рублей Валентин пообещал перевести пенсионеру на банковскую карту, для чего воспользовался телефоном потерпевшего. Спустя 11 дней пенсионер решил снять денежные средства со своего сберегательного счета. Но в банке ему отказали. Со счета была списана сумма в размере 79 тысяч рублей. Остальные 122 тысячи рублей, находящиеся на счету, банк заморозил. Пожилой мужчина незамедлительно обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Саратовской области, который, воспользовавшись мобильным банком, перевел деньги с карты, привязанной к номеру пенсионера, на номер своего знакомого, с которого деньги сразу же были сняты. Следственным отделом МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вы стали свидетелем подобной ситуации или сами пострадали от действий данного человека, просьба обращаться по телефону в дежурной части 4108-54-67-44-28. Привлечение молодых специалистов в медицинские учреждения – одна из главных задач нацпроекта здравоохранения. Ежегодно Ульяновская область пополняется квалифицированными кадрами в белых халатах. Это специалисты из разных областей медицины, совсем недавно начавшие свой профессиональный путь. Об одном из них – наш следующий материал. 206-я Гурьянова. Очередой сигнал из диспетчерской «Хрупкая девушка Лена» перевоплощается в фельдшера скорой помощи Елену Гурьянову, которая спустя несколько мгновений предстает перед нами в полном медицинском обмундировании, готовая принять новый вызов. К мечте стать педиатром молодой специалист упорно движется уже 6 лет. А пока новоиспеченный фельдшер потихоньку налаживает связь с детьми, ее главными пациентами. С детьми работать приятнее, и мне это больше прельщает, чем со взрослыми. Я очень легко нахожу язык с детьми и с животными, и почему-то ко мне все тянутся. Открытость и эмпатия, признается Лена, наряду с профессионализмом – главные качества, которыми должен обладать любой врач, в особенности детский. Поэтому общение с маленькими пациентами приносит девушке истинное удовольствие. Я ничуть не усомнилась в своем пути, и я очень рада, что выбрала медицину. Свой фельдшерский век Елена доживет через пару лет, когда получит корочку квалифицированного врача-педиатра и с новыми силами и знаниями пойдет по смежному профессиональному пути. Мы очень рассчитываем на то, что она, возможно, останется у нас и продолжит работать у нас. Ну, если ей повезет, и она станет более каким-то грамотным специалистом, выберет свою специальность, это будет прекрасно. Ну, дай Бог, чтобы все было. Ну, а пока куртку на плечи, медицинский чемодан в руки и так до 13 раз за одну смену. С таким графиком сложно не выгореть, однако любовь к делу и профессионализм берут верх над усталостью и недосыпом. В любом состоянии, в каком бы я ни была, я все равно обслужу вызов, осмотрю хорошо ребенка, чтобы не пропустить никаких симптомов. Желать их спокойно. На щечках вот высыпание. Благо тоже снимать, что ли. Плановый осмотр не всегда дается легко. Тут главное ребенка к себе расположить. Однако с этой задачей Лена справляется без труда. Как тебе тетя врач? Врач очень хорошая, с ребенком хорошо контактирует. Посмотрели полностью ребенка. Ну, все понравилось. Раз за разом помогая малышам, пока еще фельдшер скорой помощи Елена Гурьянова семимильными шагами идет к своей мечте стать педиатром, пополнив драгоценный состав ульяновских докторов еще одним квалифицированным специалистом. Мадина Исмаилова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Вы смотрите Весть Ульяновск. Продолжаем выпуск. В Ульяновской области определили лучшего директора школы. Им стала руководитель Ундоровского лицея Нина Зюзина. А именно ей выпала честь представлять наш регион на всероссийском конкурсе этой осенью. С победителем творческого испытания встретилась наша съемочная группа. В душе Нины Зюзиной два начала. Одно из них педагогическое. Она как учитель литературы прививает на уроках нравственные ориентиры, учит различать добро и зло, поступать по совести. Сегодня в 10 классе анализ преступления и наказания. И в то же время в этом городе жить душно, грязно. Люди нищенствуют. Другая жилка управленческая. Нина Викторовна, директор Ундоровского лицея. Административно-хозяйственная работа, знания законов, дисциплина. Все это на ее лидерских плечах уже 7 лет. В лицее она сродни локомотиву. Для директора важны качества такие, как креативность, важна мобильность и важна стрессоустойчивость. Вздохнуть глубоко, не показывая виду. И после этого уже очень тихо сказать то, что нужно сказать. В этом году Нина Викторовна подала заявку на участие в областном конкурсе «Лучший директор школы». Оба тура прошли в Димитровграде. Нужно было пройти непростое тестирование, придумать формулу успеха, а еще не сплоховать на пресс-конференцию. Пресс-конференция, она действительно заставляет думать, размышлять. И вопросы острые. Но на эти вопросы есть ответы. И мы находили эти ответы. Но успех не рассчитывала, а в итоге обошла всех и победила. Помогли не только профессионально-личностные качества, но и поддержка родного лицея. За своего директора ученики держали крепко кулачки. Но получилось же. Очень переживали за Нину Викторовну. Хотелось бы нам тогда, чтобы она сняла первое место. Так и случилось. Очень переживали, поддерживали. Осенью Нина Викторовна будет защищать честь области на федеральном уровне. В лицее верят в руководителя и особенно Светлана Дайко. С Ниной Викторовной они одновременно пришли в учебное заведение. Вместе преподают больше 30 лет. И на федеральном уровне, мы практически уверены, покажет себя достойно. И я думаю, что лауреатом уж она точно станет. Но мы, конечно, надеемся на то, что она победит. А мы ей поможем. До октября время есть, но успешный директор уже готовится к финалу конкурса. Ведь на лето нечего уповать, говорит Нина Викторовна. В этот сезон самый пик директорской работы. Главное – вера в себя, а еще поддержка педагогов и лицеистов. А в принципе, горы свернем. Желаем победы Нине Викторовне! Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. В конце января у студентов много событий. Это и Татьянин день, и сессия. В Ульяновском техникуме питания и торговли по этому поводу устроили кулинарный батл. Студенты готовили блюда, лучшие из которых будут подавать в местной столовой после состязания всю следующую неделю. Что предпочло жюри, расскажет Элла Шахова. Три команды по семь человек. В четырех производственных залах техникума они готовят обед. Каждая команда свой. Он состоит из напитков, хлебоболочных изделий, десерта и первых блюд. На этой кухне к состязанию готовят харчо, куриный лапшу и сырный суп. Он приготовлен из куриного филе, нарезанное кубиками. Далее мы делали зажарку из лука и морковки, то, что добавляли вместе с грибами, шампиньонами разрезанными. Далее мы все это аккуратно варили, добавляли соль, перец и творожный сыр. Лайфхак от студентов техникума. Именно для супа подойдет творожный или плавленый сыр. Они легко растворяются. И вдогонку еще одна хитрость. Пассеровка лука и моркови помогает сохранить вкус и пользу овощей, чтобы передать их готовому блюду. А в соседнем зале готовятся эклеры. У этого французского пирожного, которое переводится как вспышка молнии, тоже есть свои секреты. Сложность в том, чтобы сделать его достаточно хорошо, его заварить и выпечь так, чтобы он не треснул. Потому что даже если будете плазуровать его, то эти трещины будут портить внешний вид. А так, если приловчиться, то это достаточно понятный десерт. Стол каждой команды оценивает жюри. Помимо вкусовых качеств, блюда должны сочетаться между собой. Если мы видим у второй команды, там есть шоколадный какой-то десерт, пока мы не знаем какой, пока мы не попробовали, то напиток там тоже состоит из какао и какого-то молочного напитка. То есть подобрали. В этом баттле победила дружба. У каждой команды выбрали одно лучшее блюдо. Всю следующую неделю в студенческой столовой будут подавать сырный суп, пиццу, какао и розовый блинный торт. Илышах, Водомир Губеев, Весть, Ульяновск. Сходство с Владимиром Лениным предопределило его судьбу. Актер Анатолий Устюжанинов не только принял образ вождя пролетариата, но и полностью разделил его идеологию. Но карьера актера далась Анатолию Ивановичу непросто. Несколько раз он пытался поступить в театральный вуз, а позже получить достойную и громкую роль. Ему нравились его идеи, вернее, грамота от молодежных организаций. В 1961 году он в Москве попал на фестиваль молодежи, где его заметил красноярский режиссер. И спросил, а вы Ленина никогда не играли? Ну что он ответил, нет. И его режиссер пригласил на роль Ленина Молодого. Так и началась успешная карьера Устюжанинова, тесно связанная с образом вождя пролетариата. Именно за роль Ленина актер театра и кино получил звание Народный артист РСФСР. Часто ездил по стране с лекциями, рассказывая их от лица легендарного революционера. Его сходство с Владимиром Ульяновым было феноменальным. А восхищение этим человеком в итоге привело актера на родину Ленина, в Ульяновск. В 1972 году его пригласили к нам сюда, в Ульяновск. Вот, работать в филармонию, где он работал со своими спектаклями, лекциями. Он объездил полмира с ними. Плодотворная работа на родине Ленина подарила Ульяновску множество ценных материалов Анатолия Устюжанинова. В архиве новейшей истории сохранились документы театральной и кинематографической деятельности актера. Литературный сценарий фильма «Красные колокола» с пометками артиста. В 2008 году Анатолий Устюжанинов ушел из жизни. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения Анатолия Ивановича. Память об актере живет до сих пор. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале «Россия». Всего вам доброго. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Как голосовать, если заболел? Бабушка с утра в заботах. В телефоне ищет что-то. Вот и номер избиркома. Я проголосую дома. Взрослым гражданам страны все возможности даны. Даже тем, кто без движения, предлагается решение. Вызвать выборы домой. Ящик взяв переносной. К ним комиссия приходит, процедуру производит. Оформляют им заранее с выездом голосования. Значит, выборы равны. Граждане моей страны. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Сейчас в Ульяновске 3 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер западный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин